Друзья, честно говоря, когда я пел сейчас, я понимал, когда мы придем на небеса, вот что будет там? Вот просто подумайте, написано, что все славят Бога. Я подумал, вот на самом деле вчера мы целый день слышали, пели вместе, поклонялись, видели танцы. Вот представьте себе, без какого-либо отдыха, потому что наши ноги не будут уставать. Наши голоса, они не будут хрипеть, они будут просто вырываться, вот так. Представьте, вечность, танцы, мюзиклы, пение, борьба. Греко-римская. Каждый получит то, что хочет. Вы знаете, я вчера сидел, я думал, когда Шон Вутен делал урок, я думаю, боже милосердный, как ты просто так его благословил, вот его сердцем, его, не знаю, влюбленностью в Бога. И я так благодарен, что у меня была возможность учиться у него. И до сих пор учиться. Учусь. Вы знаете, когда Иван Лишенко проповедовал, меня так это тронуло. Ваня, где ты есть? Ты здесь? Спасибо, Ваня, благодарен. На самом деле, особенно за блох. Вот этих блох, которые прыгали там, знаете, иногда я просто сидел и думал, я сначала не мог понять, почему они не могут выпрыгнуть. Просто очень странно, какие-то странные блохи. А потом я думаю, это же я просто. Это я в своей ситуации, в своем характере. Просто прыгаю и прыгаю, никак не могу измениться. И вот эта вот вера в Бога и упование на него поможет нам выпрыгнуть из нашей банки, друзья. Аминь. Мы продолжаем изучать личное поклонение. Личное поклонение. Вы знаете, путь нашего сердца – это священный роман с Богом. Кто в это верит? Путь нашего сердца – это священный роман с Богом. Я верю, что роман может быть только у женатых людей. Вы согласны с этим? Нет, он может начинаться, когда мы еще не женаты или не замужем, но у нас есть чистота полностью. Вы согласны с этим, да? Вы верите в это до сих пор? Особенно люди поклонения. Кому не верят, если не вам? И вот тогда начинается роман. Настоящий роман. И знаете, что самое важное в романе? Это даже не эмоции. Это даже не чувства. Но что, как вы думаете? Преданность. Преданность, верность. Причем верность не сухая такая, знаете, где мы… Так, я буду сейчас, я буду верным. Я обязательно буду верным. Я должен быть верным. Но верность, которая исходит изнутри. Понимаете, о чем я говорю? Вы знаете, Бог возлюбил нас, и Он ожидает, что наша любовь к Нему будет всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Потому что Он первый нас возлюбил. Поклонение, я верю, это путь к Богу. Путь к Богу. Путь любви к Богу. У Иисуса был такой же путь. Мы иногда, знаете, путаем. Мы думаем вот что. Мы думаем, что на самом деле, ну, если бы я хотя бы чуть-чуть имел то сердце и то желание, которое имел Христос, и вот я бы победил на самом деле, я бы изменил эти ситуации. Но вы знаете, что Библия говорит, что Иисус был полностью искушаем, как мы. Помните? Полностью, как один в один. Он жил той жизнью, которой живем мы. Но у нас есть пример невероятный. Поклонение. Он не сдался. Он не сдался. Он просто, Он понимал, я не могу сдаться, потому что вот эти мои любимые чебурашки, простите, они не спасутся. Люди не спасутся, если я не смогу, если я сдамся. Вы знаете, я хотел бы, чтобы сегодня мы думали вот как. Я не сдамся. Я не сдамся, потому что если я сдамся, Бог меня не увидит. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы часто думаем, я не увижу Бога. Как фокус на себе. Я не увижу Господа, я так хочу увидеть. Но подумайте, как Бог любит тебя. Он хочет тебя увидеть в Царстве Своем. Думайте об этом. Как я могу? Он должен меня увидеть. Он жизнь за меня отдал. Вы со мной. Он не сдался. И у нас есть пример не сдаться. Евангелие Теана, 4 глава, 23 стих написано. Но наступит время, уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Что делает Бог до сих пор? Он ищет. Знаете, еще есть интересная вещь. Я подумал, здесь написано, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Если есть слово истинное, тогда есть что? Не истинные. Ничего себе. То есть я на самом деле могу истинным поклонником. Да, я сын Бога. Да, Бог меня любит. Он умер за меня. Но временами я истинный поклонник. А временами нет. Но Бог всегда ищет мое сердце, чтобы оно было истинным. Аминь. Второй параллельпоменом, 16 глава, 9 стих написано. Ведь глаза Господа осматривают всю землю, чтобы укреплять тех, чьи сердца всецело преданы Ему. Представьте. Бог осматривает Киев. Прямо сейчас. И он думает, ах так, Коля, Настя, Саша, класс. Какие сердца. Вполне преданы мне. Они на конференции поют, славят. А потом Настя, Коля, Саша, Наташа уедут отсюда. Более того, мы выходим отсюда из зала, мы один на один остаемся. Смотрите, в каком состоянии наши сердца. Я так устал, просто не могу уже петь просто. Я просто классная конференция, но, честно говоря, уже вот здесь. Слишком долго. Мы так устали. Ваня еще вышел проповедовать. Может быть, надо было Ване не послушать Сережу и не проповедовать. Потому что у меня реально уже язык в ту сторону, уже я устал. Бог смотрит, думает, Боже милосердный. Боже милосердный. А они хотят быть со мной в царстве моем. Там вообще вечность. Бог не только ищет нашей любви и поклонения, Он ищет поклонников. Он не только ищет, как сказать, вашего, то, что выходит из вас. Он ищет вас. Ваше сердце. Это основание поклонения, это фундамент. Что является сердцем твоего поклонения Богу? Может быть, Его благословение? Может быть, то, что Он заботится о тебе? Давайте сегодня изучать об этом. Прежде всего, я не рассматриваю поклонения только как служение. Хочу, чтобы поняли меня правильно. Я очень люблю, когда мы поем и поклоняемся. Это уникально просто. Я верю в настоящее истинное поклонение, когда мы один на один остаемся с Богом. Когда вы на работе, когда вы дома, везде, в вашей сфере жизни, в вашей деятельности, вы один на один с Богом. И там будет понятно, кто вы. Бог ищет личности. Он не ищет роботов. Знаете, я много изучал Слово Божье, перечитал книги о поклонении разных, но пришел к очень простому выводу. Поклонение – очень простая вещь. Вы знаете об этом? Гениальные вещи, они очень просты. Они очень просты. И я подумал, иногда ты смотришь и ты думаешь, ну это слишком банально. Но чему или кому больше всего ты отдаешь время, это и есть поклонение вот этому веществу или существу или чему-либо, я не знаю. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вы знаете, я, вы помните, вчера Шон интересную вещь сказал. Я вообще вчера о проповеди были у меня одни откровения у него. Когда он сказал, что Исаия видел, вот это вот Исаия, 6 глава, он видел на самом деле славу Иисуса. Я сидел, я спорил, думаю, где, откуда он взял вообще это? Это был Бог-Отец, а потом Иван говорит Иоанн, он назвал это отрывок. Я специально нашел, смотрю, там написано, Исаия видел славу Иисуса. Я подскажу, Шон говорит, ты точно не отсюда, брат. Вот реально, где ты это взял вообще? Как ты это нашел? Он говорит, ааа, это я. Вы знаете, а теперь вот такие вещи, несколько вещей. Поклонение. Я верю, что поклонение, это процесс нашего сердца. В нашем сердце всегда идет процесс. Вы помните Авеля? Знаете, это было, вот если по делам, по поступкам, это было первое поклонение на самом деле. Конечно, в Библии Адам, я думаю, поклонялся. Что ему делать было в раю? Кроме как поклоняться, стричь газон, я не знаю, что он там славил Господа. Хоп-па, розу сорвал. Слава Господу! Там, особенно когда животным он имена давал и не нашел жену себе. Вот. Благодарен был Богу очень сильно за это он. Итак, Авель лучшее дал. А что лучшее мы можем дать в нашей жизни сегодня? Я верю, это время с Богом. Лучшее, лучшая жертва, это время с Богом. А вы верите, что это лучшее? Что время с Богом это лучшее, что мы можем дать Ему? Считаете ли вы так сегодня? Вы знаете, я буду говорить о двух вещах. Дисциплина. Дисциплина или самообладание. Помните, что это плод духа, да? Дисциплина или самообладание. Вы знаете, когда я, если вы не знаете, я был бывший борец, профессионально боролся, греко-римский стиль и повольный тоже боролся. Вот интересно, что когда я пришел, тренер мне сказал, ты такой нестандартный борец. Ты, короче, а я в тяжелом весе боролся, ты маленький, у тебя туловище длинное, ноги короткие. Оксана до сих пор меня смеется. Иногда. За что я благодарен, что она замуж за меня вышла вообще. Ты, говорит, нестандартный, нескладный для борцов тяжеловесов, но если будешь иметь желание, дисциплину, будешь чемпионом. Я очень благодарен, что вообще Лена Вутон, она настроила фокус моей жены на меня. Я ей понравился. У меня была очень простая романтника с Оксаной. Она была возвышенная. Я говорил ей, дорогая подруга, письма ей писал, готова ли ты умереть вместе со мной за Христа? Лена поговорила со мной и сказала, слушай, а ты не можешь сводить Оксану в театр или хотя бы пройти около театра? Хотя бы дать чувства. А я, знаете, я думаю, что театр, куплю ей платье красивое, очень облегающее, очень классное. И потом, конечно, наставники со мной общались. Что такое поклонение? Это все сердце. Все сердце Богу! Я помню, как тренер мне сказал, ты должен делать вот это и вот это. Я умел несколько приемов делать качественно в борьбе, но у меня был один коронный прием, назывался бедро, если вы знаете борьба. Это бросок через бедро. И вот я выходил, честно говоря, против меня выходили соперники, два метра ростом, под два метра. Огромные. И вы знаете, и выигрывали у меня. Я проигрывал там схватку, но потом в конце раз свой прием делал. Почему? Потому что был до автоматизма, натренирован. После каждой тренировки я делал по сто, по сто пятьдесят раз этот прием, отрабатывал, отрабатывал. И уже мне говорили, меня называли, знаете как, категорошка. на украинском. Ноги короткие, туши длинные. Ах, категорошка выходит на этот. Ну, не надо меня так называть вам. Меня зовут Кононенко Сергей. Вы знаете, я так благодарен, что мои наставники заложили крепкое и прочное основание во Христе. Оно было простым. Слушайте меня, записывайте. проснулся, умылся, тихое время. Проснулся, умылся, тихое время, до автоматизма. Вы знаете, что случилось сегодня? Послушайте, я вам скажу. Может, это будет резать ваше сердце. Я так благодарен за это, потому что я ждал, когда я проснусь. Я ждал, когда я проснулся, чтобы почитать Библию. Чтобы помолиться вместе с братьями, сам. Это было, как мы ложились рано, чтобы рано встать. Зачем? Чтобы читать Библию. Вы понимаете, о чем я говорю, братья и сестры, да? Я благодарен за Шона. Много любви было, но было сильное ожидание. Я помню его слова, много лет назад, почти 17 лет назад. Он сказал, докажи, что хочешь быть лучшим слугой из всех. Ну, а здесь нет себе любия, Шон. Лучшим. Он мне открыл отрывок, где Иисус говорит Петру в 21 главе. Он говорит, а ты любишь меня больше, чем все остальные? Ничего себе, кто-то сказал, конечно. Ну, тогда посея овец моих. Иисус задавал эти вопросы. Я думаю, Иисус ожидал от каждого, чтобы каждый из нас любил больше, чем все остальные. Конечно, здесь можно сейчас демагогию развить и думать, о ком он сказал, о фарисеях или тоже об учениках. Мы не будем об этом говорить. И здесь не вопрос соревнования, кто любит больше Бога. Вопрос внутри, насколько ты влюблен сегодня в Бога. Вы со мной, да? Иена, каждый день ходил с Богом. И бывает, ты просто горишь откровениями, счастлив, в вере, зажжен, а через два дня понурый. Бывает такое? Почему? Радость вроде поубавилась, а ты просто не кушал Слово Бога каждый день. Два дня горел, откровение, а в пятницу просто и сдулся. И вроде же те откровения, они не такие уже. Аминь. Кто завтракает? Хорошо. Кто обедает? Кто ужинает? Хорошо, ладно, кто-то один раз ест в день вообще, но он ест. и если мы постимся или что-то там как-то голодовку устраиваем, я не знаю, но это бывает, но это не часто, правильно? Но нам нужно кушать каждый день, правда, друзья? Хорошо, знаете, я несколько вещей для себя записал. Я понял, что это жизненно необходимо для нас каждый день читать Библию. это как позавтракать. Знаете, а сатана сегодня многих обманул и обманывает. Как-то банально, грубовато, надо ведь по самочувствию. Не нужно быть религиозным, брат. Успеешь еще почитать по молитву, но получается наоборот. Вы заметили это? Я успею, а потом работа, дела и так далее, и ты оказывается не так, или знаете, Господи, спасибо в этот день, аминь. Нет отношений. А вот Даниил духовно завтракал, обедал и ужинал. Вы помните, да? Три раза в день и шел, молился и так далее. Салон 33 стих 9. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блаженщина, который уповает на Него. Знаете, я не знаю, у меня никогда не было такого, что, например, если я не позавтракал или не пообедал, чувствую, там, к вечеру я голодный, очень сильно. Знаете, бывает, ты голодный, у тебя аж до этого. Тебя не трогать. Слушай, брат, не трогайте меня, дайте хоть чему съесть. Не трогайте. Сейчас не трогайте. Но я никогда не помню, что было такое. Знаешь, как мне, я чувствую себя плохо. Я, знаете, у меня такое, у меня, как тебе сказать, у меня чувство вины. У меня такое чувство вины, что я не позавтракал. Мне так больно. я чувствую, я чувствую, я какой-то странный, у меня чувство вины внутри, братья и сестры. Я не провел тихое время. А, шок, Бог меня не любит. Все вообще, знаете, вот, если ты не позавтракал, не пообедал, ты как себя чувствуешь? Шок, надо поесть что-нибудь. У вас нет такого, о, у меня чувство вины, Боже, шок, теперь все, я никогда не позавтракаю, никогда не пообедаю. Но мы так переносим это на отношение с Богом. Вы знаете, не провел тихое время, все, ты настолько чувствовал вины, загрузился, и на жену смотришь по-другому, не как на жену. И все по-другому. Нет, я верю всем сердцем, наше ежедневное отношение с Богом. Это должно быть панацея для нас. Вы со мной? Знаете, мы можем быть нестандартными, слабыми, сатана внушать нам, ты никакущий, ты банален, даже не пытайся тягаться со мной, а Господь говорит, учение и труд, все перетрут. Вы скажете, где это в Библии? Там по-другому, конечно. Если ты до сих пор, Шоншера замечательную вещь сказали, ты до сих пор в тренировке находишься. Хотя, может быть, тебе 20 лет во Христе, до сих пор твое сердце учимое. Ты скромен, чтобы сказать, научите меня. Знаете, как Бог на это смотрит? Это классно, сердце, я могу работать через этого человека. Вы со мной, да? Второй момент, он называется, я не могу поверить. Исайя 6 глава, с 1 по 6 стих. Вы помните, я не буду читать этот отрывок, там, где написано, с Серафима летали, помните? Одни, одни, значит, одни крылья для того, что для полета, у него было там, по-моему, трое пар крыльев, да? Одни там, ноги он закрывал, двумя там, еще там, закрывал глаза, там, третьими он летал. Интересно, что одна пара крыльев для полета, это как служение, можно сказать, летали они, а двое пары, это для, а две пары, это для поклонения. Вы знаете, что интересно, Серафим переводится как огненный, или пылающий огнем. И вот что, и вот что, вот что интересный момент, то, что они очищали все, но даже они чувствовали себя недостойно, недостойно перед Богом. Я верю, сегодня, сегодня каждому из нас не хватает этого, не хватает этого трепета, трепета перед Богом. Я расскажу последний пример и закончу, потому что у нас продолжается поклонение, дальше. Ну вот личное поклонение. Я помню, когда я крестился, может быть, месяца три прошло, я шел, был закат, я шел с тренировки, был закат. Я помню, я вспомнил мои грехи, как я жил, и так далее. Знаете, я упал на колени, и я не мог поверить. Я не мог просто поверить. Я говорил, Бог, как это? Неужели ты простил мои грехи? Бог, я что, на небеса иду? Как это возможно? Это точно так. Я открывал Библию опять, я смотрел, да, это так. Я покаялся и крестился. Боже, я благодарен. И я, знаете, я не могу передать это словами, но это такое чувство внутри, как я недостой, ну как же меня такого? Вы знаете, какое искушение может прийти с годами? Я нормальный. Вы понимаете, кто мы, а кто Господь? И что Он сделал для нас? И у нас, и знаете, мы не боимся грешить. Вы понимаете, о чем я говорю? У нас нет страха, трепета перед тем, чтобы согрешить. А раньше это было. Почему? А потому что мы боялись Господа в том смысле благоговорения, трепета, как Библия учится. И сегодня многие позволяют заходить в порно-сайты. Многие позволяют этому. Жить в нечистоте даже. Но знаете, милость Божия велика. Бог прощает нас, если мы каемся. Но надо сохранять свой крепец перед Богом. Мы недостойны быть с Богом. Мы недостойны быть в Царстве Бога. Мы недостойны вообще быть здесь. Но Бог так любит нас. Поэтому давайте хранить дисциплину в своей жизни каждый день время с Богом и трепет перед Ним. Пусть вся слава будет Ему. Спасибо.